Министр юстиции Сергей Литвиненко заявляет, что у него есть подтверждение израильских властей о блокировке банковских счетов Илана Шора. Об этом он заявил в телеинтервью после того, как беглый депутат написал в соцсети, что информация является фейком. В то же время Литвиненко отметил, что в Израиль направлен повторный запрос об экстрадиции Шора. На первый пришел отказ. По его словам, рассмотрение запроса может занять время, что представляет определенные риски. Все счета во всех банках Израиля, принадлежащие Илону Шору, были заблокированы. Вы знаете больше деталей? Сколько счетов, сколько денег хранил на них Илон Шор? Нет, мы не знаем. Но у нас есть информация, подтвержденная государством Израилем, что все счета, которые у него были, заблокированы. Министр юстиции утверждает, что если активы Илана Шора будут обнаружены в Израиле, позже их могут конфисковать. Литвиненко также рассказал о возможности его экстрадиции. Думаю, это произойдет в должное время. То есть вы уверены, что экстрадиция все же будет? Потому что Израиль может сказать, мол, дайте нам приговор, он будет здесь. Может быть и такой вариант. А какой более вероятный из двух? Думаю, оба будут в пользу принципов беспристрастности и ответственности за совершенные деяния. Что касается обращения в Конституционный суд о запрете партии Шор, Сергей Литвиненко утверждает, что если судьи дадут добро, то решение должно запретить нынешним членам политформирования вступать в другую политическую партию. Глава Минюста также рассказал и о законе Магнитского для Республики Молдова, который в настоящее время разрабатывается. Он предусматривает применение международных санкций и на территории нашей страны. Хотя ранее власти заявляли, что документ будет выставлен на голосование до конца этого года, впоследствии было решено не торопиться. По словам Литвиненко, голосование по новому закону может состояться в начале следующего года. Уже составлен список тех, кто попадет под его действия. Об этом намерении было объявлено сразу после того, как Великобритания объявила о санкциях, введенных в отношении Шора и Плохотнюка. А накануне британский посол заявил, что санкции могут быть применены и к другим лицам. В мире очень большое количество людей, которые попали под эти санкции. Мы не можем наказывать всех одновременно. Мы обнаружили обоснованные подозрения, что Плохотнюк и Шор извлекали выгоду из крупных коррупционных схем и были замешаны в них. Но это не значит, что в будущем не будут проанализированы и другие резонансные лица. О том, что Великобритания вслед за США внесла в санкционный список молдавских олигархов Влада Плохотнюка и Илона Шора, сайт британского правительства сообщил 9 декабря. Им запрещено въезжать в страну, активы обоих были заморожены, а гражданам Великобритании запретили проводить с ними любые экономические операции.